здравствуйте уважаемые слушатели сегодня 9 декабря 2017 года и мы продолжаем наши экскурсии в головной мозг человека дело в том что мы остановились прошлый раз на дело в том что мы остановились прошлый раз на такой проблеме как формирование мозга и конкретно формирование коры то есть того самого органа которым мы думаем то есть те самые центры произвольных мыши произвольного мышления когда вы думаете о чем-то великом тех самые произвольные движения руками ногами когда вы пытаетесь что-то до куда дойти что-то схватить то есть не те рефлексы которые сидят на базовых структурах мозга то есть на стволе а совсем другие те самые которые сидят в центрах способных осознанно адаптировать человека к внешним условиям городу к деревне к лесу к общению с другими людьми а сегодня мы продолжим и посмотрим как эта вся штука функционально созревает дело в том что в момент рождения и с моментом рождения сопряжено очень много странных поверий мыслей зачастую глупости ну например есть такое поверье что вот значит крупные женщины они рожают крупных детей значит это не совсем так но вот дело в том что идти и у уходеньких и субтильных и у толстеньких и могучего и скажем так весомого телосложения рождаются дети более менее одинаковые то есть к сожалению эта закономерность не соблюдается поэтому выбирая себе подругу жизни или мать своих детей имейте ввиду что большие размеры не гарантируют вам успеха так сказать репродуктивного ваш потомок может оказаться мелким в общем-то и достаточно паршивеньким то есть ожидание это я не шучу это серьезное исследование было неоднократное и в англии во франции когда измерялась и масса тела и оценивалось размеры плода это привело к таким странным последствиям то есть на самом деле это последствия не странные дело в том что как уже многократно говорил после рождения значит когда уже достигает чек зрелости там к 30 годам его мозг в среднем весит одну 50 массы тела то есть это достаточно маленькая часть орган то небольшой а потребление энергии огромные а вот в момент рождения ситуация намного интереснее потому что он составляет примерно у человека когда человек появляется на свет одну пятую от массы тела ну понятно что основная задача внутриутробного периода сформировать эту самую одну пятую часть массы тела для того чтобы ребенок был готов к тому чтобы вести самостоятельный образ жизни вне матери но и соответственно расход энергии здесь уже на мозг совершенно другой нежели у взрослого человека если про взрослого человека я многократно говорил о том что там в случае в состоянии покоя человеческий мозг потребляет примерно одну девятую одну десятую все энергии которая попадает ваш организм в виде пищи кислорода и всего остального там воды там растворов электролитов это все усваивается естественно в первую очередь мозгом то после рождения этой ситуации намного хуже дело в том что расходы на содержание мозга который весит одну пятую от массы тела достигают у новорожденного примерно трех четвертей от всей энергии поэтому когда мать кормит грудью своего потомка она в первую очередь кормит мозг то есть мозг настолько рождается еще незрелым маленьким и в общем-то никчемным для использования что это требует колоссального времени и заботы чтобы вопрос дорастить до хоть какого-то функционального состояния при этом внутри утробы матери совершенно иной метаболизм то есть дело в том что когда детеныш развивается для кормления мозга используются кетоновые тела это несколько не то что мы привыкли считать основным источником еды мозга то есть на основной источник энергии для поддержания работы мозга это глюкоза так вот у детеныша еще внутри утробе то есть у плодов это не глюкоза кетоновые тела и вот переход на питание уже глюкозой самого мозга и нейронов тоже достаточно сложный довольно болезненный момент дело в том что даже не очень понятно как меняется при этом метаболизм это исследование очень затруднены поскольку ну на людях сами понимаете работать невозможно ну вот дело в том что самое то главное что в процессе рождения вот как только ребенок появился мозг в общем то еще не готов работать но приведу только несколько примеров там слуховая та же самая система у человека она в общем то специальные исследования которые проводились на человеческих детенышах в семидесятые восьмидесятые годы это было очень модно и очень популярно ну как же там когнитивное развитие давайте исследуем что они могут узнать как можно их прям начинать с пеленок образовывать учить там отправлять в университет в трехлетнем возрасте вот этот весь буйный маразм который был 60 70-х годах он значит закончился тем что ну хотя бы узнали с какой скоростью что созревает дело в том что в течение первого года там мозг увеличивается в массе в два раза к концу второго года в 3 то есть он трехкратно увеличивается это очень быстрый рост но это рост не за счет появления новых клеток ничего подобного а за счет того что между разными нейронами образуется огромное количество связи эти связи изолируются друг от друга то есть миллионизируется чтобы по ним пробегали те самые электрохимические сигналы которые и несут информацию то есть циркуляция этих сигналов определяет возможность чего-то запоминать чего-то передавать мышцы сокращать и прочее прочее то есть вот для того чтобы эта система хоть как-то работала и она сначала построить строится она естественно вот таким способом то есть нейроны увеличивают свое тело она растет вырастают огромные отростки эти окрос отростки вокруг накручиваются мили новыми оболочками для того чтобы залиру потому что это же по сути дела заряд бежит по мембраны разряд электрохимический то есть импульс генерируется около клетки в аксонном холмике а потом передается довольно высокой скоростью до 120 метров в секунду по аксону значит соответственно к органу мишени то вот чтобы он пробегал его надо создать вокруг электрохимическую среду то есть раствор электролитов а чтобы они не растекались по всему организму вокруг этих самых аксонов накручиваются швановские клетки или в моему мозгу или олигодендроглия когда изолируются вот эти самые провода друг от друга и вокруг них создается среда для передачи сигнала и вот когда человек рождается у него мозг всего 350 примерно грамм среднем но есть конечно поменьше есть побольше там в общем считается нормой от 280 до 370 грамм это все считается более менее нормальное состояние и масса еще раз повторю от одной пятой до одной десятой потому что дети бывают разные вы знаете одни эти дети рождаются огромными тяжелыми с небольшой головой другие маленький минус большой поэтому отсюда фантастический разброс от одной пятой до одной десятой от массы тел вот такой мозг и дальше в течение первого года он очень быстро увеличивается это еще не значит что он становится каким-то готовым к восприятию сигналов я уже упоминал слуховую систему и повторюсь слуховая система только с четырех месяцев вообще начинает как-то срабатывать а косточки вот эти слуховые тоже созревают только 7 8 месяцев и вся эта система полноценно начинает работать как раз тому момент когда дети пытаются заговорить поэтому пытаться ему что-то там заставить его понимать что-то произносить до этого времени очень сложно не из-за того что он не хочет он хочет поэтому он пытается невербальным способом вам сообщить с помощью моторики что хочет что некоторые на этом так сказать останавливаются лет на 15-20 и дальше только глазами и пальцами показывают но это особый случай а в основном недостаток вербальный коммуникации связан с тем что просто слуховые косточки причем они закладываются рано там все начинают осифицироваться то есть кальсифицироваться и вроде бы все почти готово но реальная работа системы слуховой начинается где-то вот с четырех месяцев а более-менее нормальные к моменту появления речи то есть 7-9 месяцев именно к этому моменту нервные связи в слуховой системе человека устанавливаются между собой и ребенок просто в состоянии воспринять хотя бы не корой неосознанно какие там слова какой кай хорошая девочка какой хороший мальчик все это мистификация на самом деле хочет чтобы он тембр голоса матери разобрал то есть на уровне даже не коры четверохолме задних бугорков четверохолме крыши среднего мозга то есть архаичные системы которые есть еще упростите у первично водных усилёдок такая же точно которые вообще ничего не слышат у них там органы боковые линии и так сказать колебания воды но у рептилии и амфибии это все уже есть вот с помощью хотя бы этой системы чтоб ребенок что-то воспринял нужно дождаться пока вырастут все связи а связи там тьма тьмущий чтобы добраться только до четверохолме от этого рептилийного центра слуха которую человек выполняет чисто рефлекторные функции нужно пройти по меньшей мере сейчас я прикинул значит два кохлеарных олива латеральная петля три ядра но вот и туда то есть вот какое количество ядер нужно пройти между ними должны установиться связи аксоны должны мельнизироваться образовать синапсы и наладить передачу сигнала от наружного уха в мозг чтобы хотя бы дойти до четверохолме про корой вообще не говорю там еще и синапсов только толком нет и поэтому осмысленное восприятие начинается значительно позже вот этот момент он очень сложный потому что от ребенка ожидают одного материальный субстрат то есть нейрональный он отсутствует на самом деле он отсутствует том числе и в моторных центрах дело в том что когда ребенок рождается спинной мозг у него длины он довольно коротенький он вот такой примерно по размерам то есть около 135 миллиметров и потом увеличивается в процессе жизни в три раза но он все равно если вы ребенка померите он разного рождены около 60 сантиметров а спинной мозг 130 миллиметров ну то есть составляет меньше половины позвоночника в чем дело дело в том что позвоночник растет быстрее чем спинной мозг и поэтому на самом деле в нижней части позвоночника в основном проходит нервы которые начинаются которые вырос вы вылезли скажем так наружу из позвоночного канала и собственно говоря сам спинной мозг у кого от отстает в росте а позвоночник увеличивается позвоночный канал заполнен самим спинном мозгом моего не отростками нервов которые входят или выходит из мозга то есть вот такая картина не очень красивая а заканчивается спинной с такой длинным длинной полосочкой который называется конским хвостом то есть вот такие события даже с спинным мозгом происходит но я напомню что спинном мозге идет при этом интенсивнейшее формирование связи то есть я говорил в лекции по раннему эмбриональному развитию о том что крупные нейроны спинного мозга у детей образуют одновременно связи с мускулатурой эти связи избыточные и те кто первым добрался до мускулатуры он значит соответственно сожрал своего соседа и 80 85 процентов всех нейронов спинного мозга процессе эмбрионального развития погибает то есть съедается своими благородными соседями и от этой по этой причине мы никак не можем компенсировать травмы спинного мозга не откуда нейронам взяться и вырастить длиной там до метра они не могут поэтому а такие проблемы потоков поэтому такое количество людей колясочников любая травма как правило для нас с вами катастрофично и новых клеток взять ниоткуда понятно что некие стволовые клетки на метр не вырастут все это совершеннейшая ерунда а разрывы нервных связей они никак не восстанавливаются если повреждается больше чем одна треть аксона отходящего от нейрона вот зрение зрелости этого самого спинного мозга после рождения она продолжается то есть фокус состоит в том что на каждую мышцу после рождения ребенка вот он родился вот он там что даже пытается шевелиться приходит в пять раз больше нервных волокон чем нужно и они элиминируются как раз в первые месяцы жизни никаких механизмов сохранить их нет если по умели это делать мы бы так сказать сохраняли какой-то запасной ресурс на травмы все остальное но к сожалению это как обычно не изучается потому что ну как же все же будут искать естественно драгоценные гены которые будут сохранять эти пять из пятикратной избыточности нервации а уж никак не механизмом орфогенетической регуляции который зависит от межклеточных взаимодействий дело в том что увеличение вот это объема мозга она происходит очень хитрым способом поскольку новые клетки не появляются а старые только увеличиваются в размере и по числу отростков то создается иллюзия что если мы посмотрим на срезы гистологические мозга то оказывается что на ранних стадиях у нас как бы клеток больше а потом клеток меньше на самом деле вот это все разрыхление связано с тем что отростки образуются во вторых самое главное образуется образуются глиальные клетки которые должны кормить и при случае в случае смерти и хоронить нейроны то есть образуется доступ к поверхности нейронам клеток гли и синапсов то есть дело в том что не только отростки передают сигналы но и на поверхности нейронов тоже вся мембрана поверхность нейрона является тоже рабочим полем и в момент рождения представьте себе у нас всего полтора процента этой площади занята синапсами то есть увеличится потом а у взрослого человека на поверхности нейронов 50 процентов площади тела самого самого тела нейроны не аксоны не дендриты занято синапсами то есть что получается нас получается очень интересная картина всего там три процента примерно два три процента тела нейронных связано синапсами с другими нервными клетками то есть поэтому в первый год идет интенсивнейший рост этого всего дикое увеличение размеров мозга гидротации отростки и информация которую получает ребенок какая по на никудыш не не было она все равно так или иначе фиксируется но сразу после рождения там на информации немного поступает головной мозг как я уже говорил созревает к моменту рождения система обоняния очень важное и и вестибулярный аппарат именно поэтому мамки интуитивно хватают детенышей начинают их болтать около груди там вывешивают на руку и прочее эти мерзавцы чувствуют эту ситуацию потому что все верно у них вестибулярный аппарат срабатывает если подкреплять его мамкиной грудью то есть молоком кормить то вырабатывается отличный рефлекс абсолютно по ивану петровичу павлову то есть ему придали определенное положение тела то есть вестибулярный аппарат сработал он знает что после этого покормят он затихает и становится счастливым потому что ничего кроме как есть и расти он не может а вторая очень важная система подкрепляющая все это обоняние то есть сначала ребенок должен унюхать мамку и здесь огромная проблема дело в том что в семидесятые восьмидесятые года на западе значит гигиенисты победили здравый смысл в мире и в окрестностях значит они что говорят что значит ребенка надо развивать в стерильных условиях но и сейчас такие безумные мамки есть которые знаете кафелем там и кухню и коридор застилают до потолка это когда кухня и коридор похоже на промежуточная фаза между туалетом в аэропорту и моргом вот в общем так делать не очень хорошо на самом деле потому что нужно чтоб микроорганизмы селились в кишечнике там например собачьим щенкам очень полезно давать дохленького мышонка чтобы он съел и заселил свой кишечник там всякими полезными микроорганизмами я не предлагаю новорожденным скармливать дохлого мышонка но заботиться о том чтобы ему в организм попадали микро микрофлора которая напомню у нас в кишечнике составляет примерно полтора килограмма веса и позволяет нам усваивать массу пищи очень полезно так вот когда мамки берут на руки этого самого детеныша у него что работает напомню вестибулярная система в качестве рецепторного аппарата обоняние и рефлекторная возможность значит сосать мамкину грудь что получается он по предел положения значит ищет если запаха мамкиного не будет а у него других то сенсорных систем нет глазки еще никакие слух как вы поняли там до полугода он тоже практически никакой кстати вы в глазках на момент рождения площадь поля зрения глазного составляет всего 20 процентов там даже если вы будете с фонариком вокруг него бегать и пытается за ему заглянуть в глаз надо долго искать ту зону который будет воспринимать свет он свет-то плохо воспринимает я уж не говорю там родное лицо там мамы мамы ну вот то есть любимой тещи смешно это обсуждать то есть и у него остается вот вестибулярная пара для запоминания положения рефлекторного и запах мамки на западе мыли грудь тщательно перед кормлением там чуть не стерилизовали хлоргексидином и прочее прочее предлагали своим чадушкам чем дело кончалось чадушки категорически отказывались это дело сосать почему да потому что сенсорные системы обонятельные он не распознает он чувствует пахнет какой-то дрянью каким-то ароматизатором совершенно жутким да еще антибиотиками там мыло в те времена начали как раз выпускать с антибиотиками естественно он отказывается ну кто же будет такую гадость есть но вот он и переходили на искусственное питание кстати много проблем и много недоразумений с этим а когда сообразили что только обонятельная система работает ученые приложили к этому свои силы ста перестали мыть грудь мыть грудь стали после того как их покормят он унюхивает запах мамки и все отличный отлично ел так что имейте ввиду не балуйтесь с антибиотиком надо сказать что не только подсчитано число синапсов на поверхности отдельных нейронов дело в том что в первый год примерно в четыре с половиной раза возрастает и количество дендритов и аксонов то есть они с невероятной скоростью образуются связываются соседними клетками когда я пул этих клеток созревает созревают и функции о которых я говорил поэтому все происходит медленно кстати говоря с вот это 20 процентная площадь зрения которым так умильно машут головой улыбаются родители ребенок поэтому ничего не понимает абсолютно и понимать не может субстрат отсутствует значит в два месяца только достигает после рождения примерно площади 40 процентов от всей сетчатки то есть два месяца вы там сияете улыбаетесь трясете этими разноцветными игрушками передовой физиономии но то но в основном по моему от трясете между собой это такой культ личности потому что цветное зрение между третьим и четвертым месяцем появляются признаки то есть он начинает различать реагировать то есть игрушки цветные но это для родителей они для детей они ничего не принимают от 4 примерно месяца в три месяца сетчатка расширяется до 60 процентов 4 до 80 а у взрослого человека от 90 до 150 градусов на самом деле то есть у нас 115 прошу градусов прошу прощения у нас достаточно широкое поле зрения из-за формы глазного яблока и особенности черепа этнической принадлежности и прочее существуют некие различия которые надо учитывать ну вот то есть самое это интересное дальше с тем же самым зрением просто я в качестве зрения привожу пример потому что многие родители ли не добившись слухового взаимодействия с ребенком апеллируют к зрению пытаются но сейчас мы покажем он как глазами хлопает давайте мы что-нибудь продемонстрируем он смотришь и поймет на самом деле дело еще хуже чем я рассказываю дело в том что зрительный нерв который идет от глаза он не сразу попадает в кору и об этом говорил он сначала приходит такое специальное ядро металламуса называется латеральное коленчатое тело а с ним происходит масса метаморфоза у она созревает к сожалению человека только к двум годам окончательно к пяти семи вот и получается что сколько игрушками на 3 ся с пониманием будут проблемы потому что даже первое первичное ядро куда входят зрительные нервные волокна зреет только через два года окончательно четырем-семи годам что зависит от индивидуальных особенностей сейчас мы переходим на новости а дальше мы продолжим с вами мы продолжаем наши опыта и путешествия по мозгу и вот пришел от вадима очень приятный интересный вопрос он звучит так фрейд и психоаналитики пишут что память ранних переживаний обуславливает характер если это так то с какого возраста это возможно в реальности к сожалению это не так значит у фрейда напомню было всего девять пациентов так что его теоретические изыскания очень занимательны для истории психологии но боюсь к реальности почти никакого отношения не имеют просто существует бизнес такой около психологически паразитирование на его светлым имени он был неплохой человек неплохой специалист но скажем так больше теоретик чем практик но поскольку теориями любят пользоваться и спекулировать поэтому такие вот возникают мысли значит а что ж в реальности а давайте в реальности обратимся к современным экспериментам на тех же детях ну не жестоких а таких простеньких но например вот очень тщательно было исследовано в исследован половой деморфизм голосовых связок детей ну имеется ввиду конечно не только у живых но и усопших от по всяким причинам так вот почему это было зад была такая проблема которая отчасти ответит на этот вопрос дело в том что мальчики с пятилетнего возраста на 100 начинают так это грубым голосом говорить обычно это очень должно беспокоить родителей почему потому что обычно изменение голоса происходит связи с половой дифференцировкой то есть с эрекцией прошу прощения и половой половой возбудимостью детей если это происходит в неподходящее время там при в пять лет надо немедленно ребенка тащить к врачу вы проверять что у него там с головой не дай бог опухоль эпиталамуса и тогда возникают вот именно такие штуки очень рано и ранее половое созревание и тогда факт изменения голоса это сказать нехороший признак то есть внимательно следить а вот если в норме и вдруг выяснилось что в норме массово дети в общем-то мальчики вдруг начинают говорить как так по грубее а девочки как-то сохраняют сохранят потоньше ну и что делать изучали их связки голосовые там центры созревания мозга все на свете что оказалось что по структуре не различается у мальчиков и девочек значит девочек это мальчики мерзавцы такие они значит пытаются подражать папам уже запечатлевают это дело то есть запоминают на всю жизнь и пытаются подражать им то есть делать говорить грубым серьезным голосом чтобы боялись говоря вот с этого момента можно говорить о формировании характера когда подражание реализуется в социальных отношениях но так вообще всерьез если говорить об этом то где-то к 11 годам начинает что-то там просыпаться сейчас объясню почему не потому что в 11 лет какой-то там особый перелом нет к 11 годам сахара погибает примерно 40 процентов исчезает 40 процентов синапсов которые формируются в первые годы после рождения то есть они формируются 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 а потом к 11 начинают исчезать и вот когда к 11 исчезнет много синапсов то есть мозг приходит в 11 лет некое стабилизированное состояние и уже те которые образуются новые они как правило связаны с долговременной памятью и вот примерно там в 10 11 у разных этносов чуть по-разному 12 лет начинается вот это самое формирование характера когда поступки начинают запечатлеваться то есть запоминаться на всю оставшуюся жизнь то есть вот с этого момента примерно до действительно можно ожидать что характер формирующийся в этот момент он и даст свои плоды и в далеком будущем так но теперь мы значит мы с вами перейдем к неким новостям науки как ни странно бывает так что и у нас и на западе есть позитивные открытия не обязательно требующие моего издевательства над содержанием этих исследований но здесь очень было хорошее сейчас интересное сообщение которое пришло из значит от американских коллег которые там международная компания работа еще не опубликованы есть только припринт то есть предварительное сообщение которые показали очень интересную вещь всем хорошо известно о том что близнецы особенно 1 яйцевые значит очень похожие существует гигантская литература много сотен тонн этой писанины где доказывается что вот один живет в австралии другой в америке и это один руку сломала другой пальчик сломал один заболел насморком и другой заболел насморка молди это вот все детерминация большая и что все генетически обусловлено но оказалось это не совсем так и вот работа которая выйдет не скоренько она посвящена главному главным фактором раз долголетия а на самом деле это статья о метилировании днк то есть значит фокус в чем что в процессе жизни у нас где нуклеотиду цитозин гуанин присоединяется метильная группа ch3 и собственно говоря присоединение этой группы блокирует функцию генов тех или других и это эндогенные причины отчасти отчасти экзогенные то есть оказывается очень смешно что естественно люди как только нашли эту закономерность задались целью на протяжении 20 лет эффект метилирования открыт очень давно взять и проследить близнецов и посмотреть как у них с метилированием генов как у них геном то различается или нет выяснилось еще как различается то есть оказалось что определив не у трехсот восьмидесяти пяти человек до 69 лет 1316 сайтов метилирования они показали что у близнецов происходит по-разному и именно поэтому они очень разные эти разницы при генетической идентичности непрерывно всю жизнь нарастает который зависит от чего от факторов среды которые очень ценны для каждого человека поэтому питайтесь нормально ведите здоровый образ жизни не занимайтесь спортом на износ и все будет у вас хорошо поэтому ребятам этой объединенной команды можно только пожелать хороших больших грантов а вангу который руководит этим проектом дать бы побольше денег значит есть еще одно сообщение достаточно интересное и мне как кажется тоже любопытный который связано с антропологии отчасти это про опубликовано в нейча вы в этом журнале иногда какие-то здравомыслящие статьи публикуются они только коммерческие для получения грантов и продажи всякой ерунды но дело в том что исследовали достаточно большую группу охотников значит на достаточно диких вот у которых нет никаких богов морализирующих нет никаких религий устойчивых но они вот эти охотники они колхозники то есть не оседлые племена оказывается по утверждению даниэля смита который провел это блестящее исследование просто пользуется рассказ то есть рассказы без морализации атаки поучительные что полезно охотиться вдвоем какой результат когда охотились там вместе что получили не получили то есть вот эти рассказчики такие болтуны которые развлекают население одновременно несут некую познавательную информацию своих рассказов они значит на самом деле имели преимущество и как показал смит у них было примерно на пол дитя статистически достоверно больше чем у всех остальных то есть такие хорошие рассказчики они имели преимущество в том числе и репродуктивное поэтому их потомки конечно тоже имели преимущество и по сути дела это смит увидел отбор репродуктивно выраженный четко показаны по способности к речевому общению и формулированию концепций рассказа то есть о прошлом о будущем и поучительной на буду на поведение сегодняшней окружающих охотников то есть тоже очень хорошая работа блестящая советую почитать а смиту насыпать побольше денег потому что на таких работах все и держится а сейчас мы перейдем с вами к небольшому разделу дело в том что мне поступает огромное количество всяких предложений которые меня честно говоря смущают государство и наука мне все время говорят что нужно значит привели заниматься политической деятельности и там эти большие начальники ях большие начальники идти не хочу потому что и начат конец всякой научной деятельности потому что конечно приятно ездить в большой черной машине с охраной но к научные деятельности уже вернуться не удастся поэтому мне не хочется вот и всяких удовольствий придется лишиться потому что это галеры не галеры но это такая постоянная битва и с окружением и со всякими врагами и со всем остальным поэтому конечно не хочется но что с точки зрения биологической было бы хорошо сделать ну вот представим себе такое волшебное дело меня позвали и сказали но расскажи пожалуйста дорогой профессор вот со всеми своими сумасшедшими идеями а чё делать вот так чтобы ну первое решить проблему казенную государственно но люди плохо живут что-то говорить на себе чувствую но вот решить проблемы социальные и избавиться от прохиндеев которых такое количество что уже сил больше никаких нет значит вот с точки зрения нейробиологии мозга существует несколько очень простых приемов которые позволят решить эти проблемы ну во первых естественно то что всем хочется и всем наболело нужно решать проблему так сказать облигатного паразитизма то есть но это в любой социальной системе существует те кто добывает то есть работают и те кто паразитирует вот если вам не скучно можете взять пол буханки хлеба и пойти в ближайший парк благо собянин лавочек наставил вот сев на лавочку вы можете начать крошить хлеб вы быстро соберутся воробьи и обратите внимание посмотрите повнимательней разбрасывая крошки хлеба вы увидите что примерно 40 процентов воробьев это добытчики то есть те кто добывает кусочек хлеба который вы бросили а 60 процентов это вымогатели которые стараются уже полученный кусочек хлеба отнять и самостоятельно съесть то есть такие паразиты и бездельники значит но это в любой популяции в человеческой то же самое поэтому первое что надо делать это конечно спокойно сократить на 50 процентов число чиновников и членов их семьи от близлежащих систем пищевой пищевого облигатного паразитизма то есть это легко сделать потому что советском союзе чиновников было в три раза меньше чем сейчас а страна у нас уменьшилась два раза поэтому чиновничков придется попросить выйти оставшихся что сделать надо ввести петровскую систему табеля рангов ну знаете там было значит наверняка кто не знает в интернете сейчас быстро посмотрит были там регистраторы коллежские регистраторы асессоры тайные советники и прочая всякая ерунда но зато все будет понятно и никаких тебе безобразий точный табель оранговка у кого кто в каком кителе ходит в каком мундире чья жена имеет вот шляпку с пером а к имеет шляпку с пером с двумя перьями одеть что все было понятно и прозрачно но самое главное не это конечно чтобы навести порядок в этом чиновничьем деле необходимо где-то с уровня коллежского асессора то есть переводя на современный военный язык это примерно майор конечно вести смертную казнь потому что одно дело но только для чиновников естественно ни в коем случае не для кого остальных только для чиновников потому что им же страна доверяет свои деньги а деньги это власть а власть это жизнь деньги и власть это жизнь граждан и если ты так с уровня уже майора начал их куда-то подтаскивайте складывать там в когда каких-то островах то боюсь что здесь предстоит декапитация конечно капитацию проводить аккуратно для того чтобы мозг сохранить для исследования ну а дальше чтоб можно сделать сходя из биологических соображений еще раз говорю это мои рассуждения никакого отношения к реальности не имеют упаси бог а с биологической точки зрения конечно от закрыть пенсионный форум фонд и все социальные службы вместе взятые на корню у ликвидировать как явление почему а потому что вместо них нужно ввести не прокладку из гигантского количества чиновников застроивших особняками всю страну а просто прямую ресурсную ренту мы же продаем лес мы же продаем нефть мы продаем газ на продаем цветные металлы и много чего еще продаем возникает вопрос а если все принадлежит народу может народ учет с этого и поиметь так вот если закрыть все пенсионные фонды социальные службы всю эту ерунду через которую ничего не доходит на самом деле всерьез до населения то окажется что чуть-чуть прибавив рисунка сны ренты то окажется что 30 тысяч рублей в месяц можно платить всем ежемесячно даже грудным младенцам в нашей стране и при этом никаких изменений никаких денег вне бюджета искать не надо они уже в нем есть и тогда пройдет исчезнет проблема будет очень социальных государств то есть биологическая проблема будет решена понятно что похожим образом с биологической точки зрения еще раз подчеркиваю это абсолютно нереальный проект и абсолютно не имеющие отношения к реальной социальной системе потому что любые экономисты вам тут же объяснят что оставлять их без работы категорически нельзя а в этой ситуации их им просто не нужны и обсуждать то будет в общем-то нечего и денег эти хватит достаточно посчитать калькулятора достаточно настольного но то понятно что в области спорта там решить проблему футболу например очень легко достаточно платить футболистам пару мротов а все остальные деньги пусть очень большие выплачивать только за реальный выигрыш с реальными командами и вы не поверите как они быстро побегут сначала на запад где они никому не нужны а потом назад и забегают и здесь хорошо я вас уверяю все очень просто ну и в науке то же самое самый главный источник науки должен быть бизнес которые которого надо поощрять всемирно не искать где-то деньги на академию наук вышкрябывая по углам бюджет а просто разрешить бизнесменам вкладываться в науку и для этого послаблять у них налоги он например вложил рубль в науку у него осталось два в результате послабление налогообложения и будет как на западе возникнет гигантское количество точек роста и та самая наука процветет из которой уже мы не можем набрать как говорил недавно президент специалистов инженеров для военно-промышленного комплекса готовить их уже негде институтов где их где они формируются отбираются воспитываются практически нет научно-исследователь а сами они почему-то не заводятся и как бы нам не пришлось там отбиваться от врагов каким-нибудь особым кадилом как сожалению не имеющего отношения к оборонной к оборонке и к оборонному производству вот такие предложения как вы понимаете никогда в жизни осуществиться ни в одной стране не смогут потому что страна это как правило 15-20 процентов чиновников которые скрепляют как бы структуру власти и от которой избавиться очень сложно но боюсь что большие экономисты которые часто выступают правы и как бы не произошло все это мероприятие по биологическим законам и очень даже принудительно меня это тоже пугает до крайности так а теперь давайте послушаем звоночки значит я вас слушаю да да задавайте ваш вопрос объясните пожалуйста откуда мозг получает информацию вот я вхожу в свет светлого места в темный у меня в правом глазу продолжает мелькать как бы фонарик сверху вниз откуда он берет информацию симптом какого заболевания то есть фонарик у вас вы до этого его не видели нет я просто темное помещение захожу и начинает мелькать сверху вниз в правом глазе несколько раз да 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 все понял да значит фонарика нет остаточные явления в глазах очень сложные по системе и действительно нужно может быть и проверить и глазное дно проверить глазное давление потому что такие признаки если вы при адаптации вдруг видите что-то это должны настораживать обратитесь к врачу я вас прошу потому что как бы не было чего такого глазное давление глазное дно надо обследовать судя по возрасту вам не 16 лет поэтому с глазами надо следить если такие явления есть то может быть все что угодно от там проблем с зрительным нервом до проблем с мозговыми оболочками тоже бывают варианты там всякие опухоли образуются прочее до самых простых вещей связанных с изменением глазного давления давайте еще примем один звоночек будьте добры говорите задавайте свой вопрос добрый день добрый день я бы задать вопрос на тему плацебо и психосоматики то есть что это за магия когда мозг не имея никаких индикоментов излечивается или да да все понял да да все понял вопрос понятен значит насчет плацебо ну что ж я могу сказать мы можем себя убеждать во многих вещах главное чтоб вы его таким способом не начали лечить какую-нибудь инфекцию не дай бог вот вы знаете гонококковые инфекции половой сферы почему-то плацебо не лечится а вызывают какие-то жуткие последствия пневмонии часто может перейти в туберкулез и плацебо тоже не лечится то есть нужно разбирать что является продуктом вашей нервной системы то есть у некоторой неустойчивостью и тогда можно снять просто так сказать проблему дружеского вечера в хорошей компании может быть даже с излишествами и это все пройдет а есть вещи которым нужно обращаться к врачу то есть пускаться на такое самолечение рассчитывая на реакцию плацебо к сожалению не приходится будьте добры говорите пожалуйста задавайте свой вопрос здравствуйте хотелось бы задать про секты вот почему люди так тянут я вот сам вечно видел такую секцию шевцов как он там палкой людей сбивал то люди шли да все понятно про секс я тоже в 90-е годы значит меня послали на экспертизу одной секты это было чудесно туда надо было нести 10 рублей денег советских и бутылку водки значит все входящие значит сдавали бутылку водки такой старушке значит очень резвый в платке с безумными глазами она всех усаживала потом носилась вокруг этого стола брызгала водкой отпевала и портила воздух самым циничным образом вот видимо на час закусывала капустой и вот значит это носящиеся безумными глазами старушка значит она брала за это 10 рублей и вроде как излечивала от пьянства насколько мне известно никто от этого не вылечился но это такой крайний случай просто обирание населения хотя и такое сейчас продолжается в чем дело в сектах если по серьезному дело в том что люди особенно сейчас сейчас достаточно тяжело жить и трудно справляться собственным эгоистичным мозгом он не хочет в общем так жить ну не привык он у нас эволюция была другая а здесь его гоняют значит люди ищут выхода какой выход самый простой выход построен всегда на одном и том же снизить энергетические расходы мозга у вас это не получается это не получает здесь вы все время у вас голова кипит и вы все время думаете что делать это очень затратно а вам в секте предлагают так вот у тебя есть набор правил вот деньги в кассу значит все просто ты значит вместо таких поступков значит вот перечисляют там тебе это неважно что это может быть десять заповедей это может быть выдуманные кем пьяным дворником условия особой религии это все равно главное то что ты воспринимаешь это да мне это нравится и и дальше мозг падает в энергетических расходах то есть что так он расходует у вас до 25 процентов всех энергии организма тут он получает что падение этого расхода даже если он его меньше до 15 процентов то что происходит на падение как я многократно говорил расходов энергии мозга вам тут же выбрасываются эндорфины канабиоиды опиоиды окситоцин все это в мозг выбрасывается внутренней наркотики и и привлекательность любой религии секта чего угодно состоит в том что вы в обмен на индивидуальное поведение и самостоятельную жизнь получаете набор правил мозг понижает энергетические затраты и получаете внутренние эндогенные наркотики вы находитесь под глубоким наркозом без всяких безобразий снаружи и деньги тратить не надо отсюда привлекательность снизили энергию получили внутренние наркотики полный балдеж нирвана то есть вот этого и добиваются на этом построены все религии любая рассудочная деятельность она к сожалению требует энергетических затрат есть еще один вопрос пришел значит как с точки зрения мозга происходит и развиваются панические атаки они очень просто развиваются дело в том что когда наш мозг не может решить ту или иную проблему или для решения нужно очень большие затраты то есть головному то есть нужно подключать всю кору анализировать опыт вспоминать то есть проще испугаться и спрятаться то есть на у нас если бы есть баланс между рассудочной деятельностью и лимбической системой особенно в женском мозге часто превалирует лимбическое то есть то что будет подсознание интуиция и а интуиция в сложной ситуации подсказывает что лучше всего паника спрятаться забиться в дальнюю щель и ничего не делать но это как раз работа лимбической системы отчасти это совершенно правильно потому что лимбическая система интуитивная то что называется инстинктивная реакция миллионы лет спасала приматом жизни и и поэтому это в общем хорошо но просто наше сегодняшнее общество настолько сложное что боюсь что спрятаться не получится да будут откуда угодно а мозг работать не хочет от сочетания этих замечательных качеств нежелание работать и паника вызываемая лимбической системы который умеет себе мозг подчинять она и приводит таким катастрофам на этом мы заканчиваем до свидания до следующей встречи